Урок 57. GridView и его атрибуты. GridView еще один из компонентов, использующих адаптеры. Он выводит элементы в виде сетки, матрицы, таблицы. Нужно подчеркнуть. Сделаем простой пример и рассмотрим интересные атрибуты этого компонента. Создадим проект. В экран main.xml поместим GridView. Создадим в любой папке resdrawable file.rect.xml. Это просто прямоугольник, залитый синим цветом. Я буду использовать его как фон. Я эту тему еще не рассматривал в уроках. Подробнее можно почитать по ссылке в описании к видеоролику. Создадим свой layout для адаптера. Item.xml. Linear layout с фоном drawable rack, который мы создали ранее. И TextView. Код main activity. Кода немного. Определяем GridView и создаем адаптер. В качестве layout для адаптера используем созданный item.xml, а TVText это элемент, в который адаптер будет вставлять текст. Метод adjustGridView пока пустой. В нем будем кодить настройки грида. Давайте смотреть, какие для GridView есть атрибуты. numColumns и columnWeb. numColumns количество столбцов в сетке. Если его не задавать, то столбец будет по умолчанию один. Запустим приложение и убедимся. Давайте поменяем это свойство. Укажем, например, три. Сделаем это в пустом пока что методе adjustGridView. Сохраним и запустим. Все верно, получилось три столбца. Это свойство также может иметь значение AutoFit. В этом случае проверяется значение поля атрибута columnWeb с ширина столбца. Если ширина столбца явно указана, то количество столбцов рассчитывается исходя из ширины, доступной GridView, и ширины столбцов. Иначе количество столбцов считается равным 2. Проверим. Укажем количество столбцов в равно AutoFit, а ширину столбцов задавать пока не будем. Запускаем. Видим два столбца. Теперь укажем явно ширину столбцов. Пусть будет 50. Теперь количество столбцов рассчитывается исходя из их ширины. Вы можете поизменять параметр ширины столбцов и убедиться, что их количество будет меняться. Горизонтальные и вертикальные отступы между ячейками. Пусть будет 5. Запустим приложение. Между ячейками появилось расстояние. StretchMod. Этот параметр определяет, как будет использовано свободное пространство, если оно есть. Используется в том случае, когда вы указываете ширину столбца и количество ставите в режим AutoFit. Изменим наш метод, добавим туда настройку Stretch параметра. StretchMod может применять 4 значения. Но у Stretch свободное пространство не используется. Столбцы выровнены по левому краю, все свободное пространство справа. StretchColumnWith. Свободное пространство используется столбцами. Это режим по умолчанию. Столбцы растянуты по ширине. Она уже может не соответствовать той, что указано в SetColumnWith. StretchSpacing. Свободное пространство равномерно распределяется между столбцами. Ширина столбцов неизменна. Увеличены интервалы между ними. StretchSpacingUniform. Свободное пространство равномерно распределяется не только между столбцами, но и справа и слева. Ширина столбцов неизменна. Увеличены интервалы между ними и сбоков. Разумеется, все эти параметры можно задавать не только программно, но и через атрибуты в layout файлах. Вместо ArrayAdapter можно использовать любой другой. Можно прикрутить обработчик SetOnItemClickListener и получить позицию или ID нажатого элемента. Все как в обычных списках. Есть также хороший гугловский пример по этой теме. Ссылка в описании к видео уроку. На этом все. А на следующем уроке используем TimePickerDialog. Всем пока. До следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok